Итак, здравствуйте, дорогие мои друзья, все мои подписчики, кто проснул моё видео. Короче, всем привет, хай, хеллоу. Вот второй обзор, начиная, на куклу Лирик Лукас. Вот, значит, вот мы её, да, переодели. Кое-как её переодела, волосы вообще... Я упала с сеновала, тормозила головой. Но мы пойдём скоро мыться. Все фото после того, как она высохнет. Потому что такой прической не фотается. Вот, значит, туфельки её. Вот, значит, вот мы сняли перчаточки, да, маленькие, как они выглядят. Руки не покрашены, всё хорошо. Вот, вот они очень такие малюсенькие. Перчаточки, да, вот они, штаны. Конечно, первый аутфит, это просто потрясающе. Она у меня в первом будет стоять, потому что второй так себе. Особенно юбка, это вообще... Можно бы было вообще без юбки, в одних трусах. Вот, значит, её... Вот шуба вообще линяет. Или вот эта вот, видите, она вся в волосинках. Здесь, не знаю, видно или нет она. Вот в этих... Вот то, что здесь, видите, всё вот это вот. Мех прошитый тоже. Иногда линяет шуба. Вот она шуба, топичик её, да. Значит, вот сняли мы тоже кепку. Ну, вот я пока и так одела, да. То есть, вот как она вообще выглядит без кепки. Подставку, может, пока отставлю. Вот она, кепка, да, она вон тканевая. Такая грубая, как джинс идёт. Вот это вот. Даже вот это вот, что вот здесь вообще не до конца можно её... Может, я вот здесь её ещё дошью. Вот она немножко торчит. И даже когда она так кверху, вот здесь не очень. Видите, то есть, вот это белая полоса. Вот, хотя её можно вот так выпрямить. Вот здесь даже вот липучка отстёгивается. И можно её вот шевелить и вот так вот её даже поддеть, да. То есть, она и вот так может одеваться. То есть, вот. Ну, что-то в кепке она как-то не очень. Даже если вот так вот здесь, видите, торчит ткань. Поэтому она у меня будет без кепки, наверное. И даже так как-то. Но вот ривер у меня иру без кепки. Потому что у них пластиковая кепка. Ну, резиновая, то есть. Вот. Ну, а кепку эту я могу и не одевать. То есть, потому что она как-то даже... Ну, её вот так даже можно... Но она свалится. Она, видите, не закреплена ничем. То есть, не так, как у ривера и руби. То есть, вот. Если только её... Да. Ну, чистую как-то голову одеть. И вот так вот её. То есть. Потому что там волосы не мытые. Если вот так, вот нормальненько. То есть, вот. Туда заправить вот эти вот все ткани. В общем, выглядит неплохо. Но пока я её сниму. Вот. Значит, волосы, да. Вот видите, мятые. Всё это. Ну, вроде тут много их. То есть, залысин-то таких прям шивкатые. Меня-то не волнует вообще. То есть. Вот. Она так была в коробке. Почему-то вот так вот иногда наклоняется голова. А так-то она нормально не шатается. То есть, как ушаталась у Лорел. Вот. Значит, вот она так выглядит, да. Пока одевала, вообще намучилась. То есть, эти все волосы лезут. Ну, вообще, ну, смотрите, они все мятые прям. Они все тут. Вон. Это вообще ужас. Прям тут. И даже чесать не стал. Потому что они выпадают. Это надо сразу мыть. И нормально расчесать уже, когда они высохнут. Потому что пока вот такие вот спутанные расчёты, расчесываешь, они начинают вылезать. Я не хочу, чтобы она всё вылезла, все волосы, и лысая стала совсем. Там и так. Где-то вы здесь мало прошивки. Вот. Вот тут вот. Здесь, да, снизу. Здесь. Ну, меня-то, как я сказала, не волнует уже. Так. Вот. Значит, её кофточка. Вот. Ну, она закрывает практически вот. Вот так, если её заправлять, и вот так оставлять. То есть, за руки. Вот. Да. Её типа халатик такой. Накидочка, да, на ней вот здесь вот кофточка. Юбка вообще, ну, такая короткая. Смотрите вообще, то есть, вот так вот её пониже, если и то. Но она очень короткая. Вот разрезик здесь на юбочке, да. Вот она так, то есть, одевается. Вот так, если сажать, тут вообще, наверное, всё видно будет. Хотя там чёрная эта линия, вон, посередине, да, чтобы, ну, такая ткань тоже, чтобы она не вертелась. И её трусиков сиреневых не очень-то видно. Ещё можно вот так её посадить, если куда-нибудь. То есть, боком повернуть голову. Вот. Ну, а то, что это... Ну, всё-таки юбка короткая, да. Я очень короткие юбки делаю, как у монстряшек, мне тоже не очень нравится, или у веряшек есть. Вообще там, вот, например, Эбби, о, этот, Фрэнкиштейн, группа поддержки, у неё там такая короткая юбка тоже. Уклоняешь, и всё, всё видно. Вот. Значит, вот они, да, сапожки. Как видите, на ней сидят вообще классно, как я говорила на первом обзоре, что, вот, видите, загибаешь, и всё. И здесь вот не торчат. А у Кармана они прямо выше колена, и вот так загибаешь, вот такая... Торчат сапоги. Вот не могли вот так вот сразу всё делать. Вот такие сапоги вообще классные. Вот. Ну, и, в принципе, можно и Карман надеть, но просто там образ скомбинирован уже, там, такой, какой есть, так и оставляю. Я чужие им одежду не одеваю, потому что это их одежда. Даже я вот сказала, серёжки, да, отдам от близняшек Руби и Амайи там, или ещё кому. Ну, у Руби вообще нет дырок под серёжки, оказывается. Да и не стала. Я сначала Стелли одела, потом ещё, а потом думаю, не, это их серёжки, и никому они не отдадут. Они будут переодевать их тоже. Поэтому, я вот если меряю только вот так вот чужую одежду на кукол, да, от какой-то там куклы, тоже Рейнбоу, но какую-то другую, просто померить, чисто пофотать. А потом всё, это их одежда, они её одевают у меня тоже на даче, на природе и фотаются. И так, и так, поэтому... Вот. Ну, вот так, когда заправленная, мне нравится. Ну, вот сюда вот так. Кофточка, то есть всё это вот. Вот они ручки, кстати, они не покрашены ничем от вот этой вот, от этих перчаток, то есть всё хорошо. Ну, в принципе, вот так она тоже выглядит нормально. То есть... Юбка тоже, ну, прикольная, да, всё-таки коротенькая. Она же молодая девочка и не бабка старая, поэтому пока Лена, баба Лена, юбка ей не нужна. Так-то, в принципе, она красивая. Я, в основном, тоже стоя фотою, ну, мало сажу, редко кукол, да. В основном стоя. А так, да, можно вот, видите, ну, даже её посадила, вот, не очень-то там всё видно, вот, и даже боком можно её, то есть вот, она нормально сидит. Тем более, можно ещё вот так загнуть же, и ноги у них загибаются, и вот так вот её тоже вот посадить, то есть, чтобы микрофон падает, и всё. То есть вот нормально. У них ноги вообще гнутся, у них вот здесь шарниры, вот здесь, и вот тут практически как у Барби Йог тоже. Ну, не совсем так уж в локтях, а не только вот. Но, по крайней мере, она до глаз, до носа, он достаёт, то есть руками, на нос может почесать глаза, что это очень прикольно. Не знаю, мне нравятся эти куклы, прям они очень офигенные. Очень классный Рейнбоу, хай. И, ой, у меня места нет для них уже. Вот куда их ставить? Да, ещё новые мне. Я ещё хотела девочку персик, но это после мины. Вот, наверное, я мину флэр закажу, а потом уже персик, если, конечно, получится. Потому что пока новые выйдут, на Вайлдберрис их пока нет, а на других я не хочу заказать. Я же говорила, что я заказываю через маму. Мама на Вайлдберрис заказывает, она даже не скачивала ни Озон, ни какие-то Амазоны, или ещё чего-то там. Я только через Вайлдберрис. Тем более, вот мне пока не приходило таких прям косячных кукол, кроме, конечно, близняшек, там у неё немножко вот здесь. Но это меня не волнует, то, что у неё и здесь так же практически, на втором белая тут линия видна. Ну, а голову я починила, то есть всё нормально. Вот. Так что особых косяков у моих кукол с Вайлдберрис нету. Вот. Поэтому, как бы, я заказываю на Вайлдберрис. Подожду, да, новую серию закажу. Тем более, они, новая серия, она будет дорогая. Вон, сколько волос тут, кстати, валяется из-под неё. Она будет дорогая, потому что это новая серия. Новые всегда дорогие куклы. Ну, ещё мне, конечно же, понравилась и Shadow High. Это Зоу Электра, потому что её вот Алла тоже купила. Подруга тоже моя из Москвы кукол собирает. И почему-то как-то я даже смотрю у других там в сообществе на ВКонтакте. Я вступила же в группу тоже Rainbow High. И там вот тоже вижу у многих эту Электру. Зоу Электра. И что-то как-то это. Да, я говорила, что мне не нравится Shadow. Но она вся зелёная, просто как изумруд выглядит. И всё-таки она прикольно смотрится. Вот эти у неё три пучка тоже вот таких. И распущены волосы. И макияж мне её понравился. Ну, как бы обещать не буду. Но, по крайней мере, сначала это точно Mina Flare. Это она на очереди, Mina Flare. А дальше уже, ну, как-то, наверное, хочется всё-таки персика. А вот потом, если уже у всех куплю, и пока не выйдут новые, может быть, и Электру куплю. Может быть. Потому что она мне как бы, ну, 50 на 50, скажем, понравилась. Так, чтобы прям это, ну, заинтересовалась просто ей. Вот. А так, прям, чтобы точно, я это ещё пока не знаю. Потому что радужик у меня много хотелок. Вот. Поэтому я сначала радужик куплю. Вот. Поэтому вот такая вот, да. То есть обещать не могу вам, что я куплю эту Зоуи. Вон, все волосы запутаны. Благо, что они, конечно же, не залачены, но вот это вот запутанный волос. Здесь вообще, вот здесь локон, вон, заелся куда-то в крючок. Вон. Поэтому это надо сейчас всё кипятком мыть и справлять. О, да, даже тут чуть-чуть задело, она вот сюда, вот так. Вот. Ну, благо, она не болтается, как у Лорал. Так, ну, вот так вот, да, она выглядит в своём втором аутфите. Вот её тут тоже микрофончики. То есть она её может в руку взять, вот, так вот, и петь. Вот. Такая вот певица. Вот. Ну, может, его сюда поставить тоже. Так вот, я не понимаю особо, зачем вот этот вот в гитару микрофон, да, вот отсюда его, и в гитару его вставлять, она... Гитара, что ли, будет петь или как? Это просто микрофон же, чтобы вот её звук, она вот сюда поёт, и в колонке просто звук увеличивается, он громче становится. Ну, а, ну, если только гитара громче будет играть. Вот. В общем, вот такая вот лирик Лукас у меня появилась. Это кукла Рейнбоу Хай. Вот она вот так вот выглядит во весь рост. Тут её всякие одежды валяются, подставки, вот. В общем, буду... Ну, Мина Флэр я пока в априль, наверное, закажу, посмотрим. Вот. Ну, по крайней мере, на очереди она уже будет. Вот. Вот так вот она выглядит во весь рост. Какая-то куколка Рейнбоу Хай. Лирик Лукас. Рок-звезда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова